1991 году на урале возле реки нарды геологи случайно нашли металлические предметы непонятной природы это были пружинки длиной от 3 микрометров до 3 миллиметров их нашли в образцах грунта взят возглубины 12 метров больше всего эти маленькие пружинки напоминали спирали привычных всем лампочек накаливания и сделаны были тоже из вольфрама что же тут странного спросите вы а очень многое найденные образцы были отправлены на радиоуглеродный анализ который показал возраст от 20 тысяч до 318 тысяч лет возраст зависел от глубины на которой были найдены пружинки все пружинки изготовлены из вольфрама который не встречается в природе в чистом виде загадочным вольфрамовым пружинкам было посвящено несколько публикаций в российской прессе в газетах комсомольской правда и литературная газета статьях также подчеркивается сходство найденных объектов с деталями используемых в ракетной и космической техники не знаешь какое нашли там сходство но в завершающей статье расследование комсомольской правды указывается мнение доктора геолога минералогических наук заслуженного геолога россии николая румянцева а сергей манч капай а естественным происхождение пружинок формы самородного вольфрама как вам вот истинный заслуженный геолог еще раз форма самородного вольфрама дело в том что вольфрам не встречается в чистом виде в природе что у него вообще с головой происходит а ничего просто такая позиция выгодно и приветствуется никто не хочет переписывать историю всех все устраивает жизнь это как найденные спиралики одна цивилизация сменяет другую уже миллионы лет я к этому еще вернусь вольфрам считается одним из самых тугоплавких металлов на планете он плавится при температуре свыше 3000 градусов по цельсию но пружинки изготовлены идеально правильной формы что свидетельствует о высокой сложности и дороговизне технического процесса сам по себе появляется вопрос кто мог изготовить столь мелкие детали из вольфрама такой глубокой древности и для чего дело в том что таких пружинок было обнаружено уже несколько тысяч ученые не могут ответить на вопросы откуда они делись и для чего они предназначены хотите я отвечу если ученые не могут только держитесь покрепче на своих стульях или креслах ибо фантазия моя не имеет границ прежде всего пружинки и сейчас массово используются в разных приборах такой маленький размер нам говорит что скорее всего они использовались для небольших приборов или каких-то элементах или отдельных частях каких-то больших механизмов почему вольфрам наверное из-за своих свойств и возможно потому они так хорошо сохранились интересная деталь вольфрам очень тугоплавкий при температуре плавления вольфрама другие металлы уже кипят или даже переходит в газообразную форму и это важно наверное многих интересует вопрос почему не было с пружинками найдено других интересных находок возможно как раз из-за его невероятной тугоплавкости то есть мы можем предположить что на земле была высокая температура и все было уничтожено огнем и этой высокой температурой а также второй вопрос возникает вольфрамовые пружинки нашли на разной глубине ведь это говорит нам о разном временном промежутке и конечно интересный опять же возникает вопрос почему их столько много нашли я попробую ответить температура в эпицентре то есть под точкой взрыва ядерной бомбы невероятно высокая например около 30 миллионов градусов по цельсию окончание реакции начала разлета вещества бомбы бомба сразу исчезает из виду и на ее месте появляется яркая светящая сфера расстояние 3600 метров от эпицентра температура 4500 тысяч градусов по цельсию расстояние 6400 метров температура 2000 градусов по цельсию повторюсь вольфрам очень хорошо держит температуру 5900 градусов цельсия точка его кипения еще одна его особенность малая скорость испарения она невысока даже в температурных условиях 2000 градусов цельсия то есть когда другие металлы испаряются вольфрам прекрасно существует в этих невероятно высоких температурах предположим что на каком-то этапе у одной из цивилизаций которых я повторюсь было наверное сотни а возможно и тысячи произошла война с применением ядерного оружия обычно ядерные бомбы направляют или на крупные города или на большие промышленные объекты и с большой долей вероятностью эти объекты находятся рядом с городами падает ракета уничтожает и сжигает практически все превращая в газ потому что даже металл плавится по такими температурами а вот вольфрам нет проходит сотни тысяч лет ну здесь вообще вопрос такой философский сколько прошло тысяч может быть сотен лет может быть миллионов но еще раз повторюсь цивилизации было очень много может это уже происходит систематически так вот все покрывается толщей земли ничего нет кроме вольфрамовых деталек а тогда вольфрам применялся ну возможно в каких-нибудь нагревательных элементах осветительных это по сути не важно также можно предположить что например где-то неподалеку в 3 до 10 километрах находился завод по производству вольфрамовых ну опять же например нагревательных элементов взрывной волной его разрушила все разлетелось расплавилась испарилась опять же кроме вольфрамовых пружинок которые не расплавились и не испарились но также разлетелись а также это отвечает почему эти пружинки или спираль как хотите были найдены на разной глубине и в большом количестве ведь после ядерного взрыва землю распашет получше любого плуга почему нет возможно это был завод лампочек опять же разницы особой нет кроме вольфрама в лампочке нет тугоплавких и устойчивых материалов этот вопрос также отвечает и на разность в размерах пружинок или спиралек лампочки бывают разные кстати места где нашли спиральки это урал чукотка и таджикистан так вот в этих местах и сейчас есть заводы по производству нагревательных элементов и ламп все логично но кроме этих странных спиралек или пружинок как хотите были еще молебденовые стержни и опять точку молебден относится к четвертой группе элементов температура плавления этих элементов самая высокая исключая углерод и осмий конечно цифры не такие рекордные как у вольфрама но тоже достойные 4630 градусов по цельсию температура кипения против 5555 градусов температура плавления у вольфрама то есть не такая же большая разница между молебденом и вольфрамом а температура плавления 3422 градуса по цельсию у вольфрама против 2623 градуса по цельсию у молебдена отмечу что обычная сталь плавится при 1400 до 1550 градусов по цельсию все зависит от марки кому интересно алюминий плавится уже при 658 градусов латунь при 900 а золото иметь около 1000 также стоит отметить что не все спиральки были найдены сердечниками из молебдена вот вам по одним пружинкам или спираль к я предположил что было конечно кто-то скажет это бредовая идея а какую идею какую теорию выдвигают современные ученые в археологии это или самородный вольфрам ученые почему-то забывают отметить стержни из молебдена то есть это самородный вольфрам с молебденом как он как это все взаимосвязано и вторая версия у некоторых альтернативщиков это то что эти пружинки или спиральки признак высокой развитой цивилизации которая посетила землю то есть предположим пролетала летающая тарелка и раскидывала вот эти самые пружинки или спиральки над местностью таджикистана и урала задаемся вопросом зачем так какая вам версия кажется более логичной на найденных в индии древних скелетах обнаружены частицы радиоактивной пыли что это значит и откуда она взялась кстати в индийских летописях есть предания об огненных колесницах и вселенских катастрофах ну и чтоб поставить жирную точку вот вам несколько не менее убедительных доказательств первое огромное количество тектитов общеизвестно что когда происходит взрыв ядерного боеприпаса возникает быстрый лавинообразный рост температуры я уже про это говорил в этой огненной среде первого кольца ядерного взрыва начинается плавиться и испаряться земные породы и камни сливаясь в единый конгломерат под воздействием сверхвысоких температур все превращается в стекловидное образование что и называют тектитами именно таких образцов на планете было найдено огромное количество самый яркий мой пример город махеджо дару где уровень радиации до сих пор слишком высок а тектитов было обнаружено очень много второе воронки на земле было найдено огромное количество крупных воронок которые предположительно были оставлены от падения на землю метеоритов но многое в этой теории не сходится к примеру большинство воронок имеет одинаковый диаметр кратера тогда как метеоритов одного размера не бывает к тому же у небесных объектов различна скорость падения и угловхождения ученые установили что большинство метеоритов падала на планету в эпоху палеозоя тогда как кратеры согласно исследованиям образовались более позднее время третье мутация среди древних заповедях легендах разных сказках разных народов и цивилизации встречается упоминание о весьма необычных персонажах примеру о циклопах у которых был всего один глаз в историю о великанах зачастую описывается гигантизм тоже признак мутации по всему миру были найдены чрезвычайно странные скелеты в древних захоронениях у которых вместо привычного одного зубного ряда было 2 можно бесконечно перечислять все странные находки но зачем что-то копать если оглянуться на сегодняшний животный мир то некоторые виды животных выпадают из общей линии своей необычностью может это далекое эхо прошлого а может не такое далекое четвертое оплавленные камни вот тут я дорогие мои друзья затрону еще одну тему когда ученые тыскали столицу хетов хатуас то их взору предстали оплавленные каменные стены точно такие же камни были найдены в стон хенджи пустыне гоби бавилоне и многих других местах на земле в рамках моего предположения ядерной бомбардировки подвергалась вся планета поэтому следы от ударов раскиданы по всей земле